В течение какого срока сейчас медики могут определить инфекцию, учитывая, что в Одессе заработала лаборатория? На вчерашний день вечером к нам пришло сообщение о новых трех случаях, подтвержденных пациент-диагностикой от лабораторного центра МОС. Это пациенты, которые поступили в инфекционную больницу. Первый поступил 17-го числа с признаками ОРВИ, 18-го ушел домой на самоизоляцию, был под контролем. И 25-го числа снова поступил в инфекционную больницу с признаками пневмонии. Сегодня находится в состоянии средней тяжести под контролем доктора в инфекционной больнице. Еще два пациента, это семейная пара, которые прибыли с Италии, они обратились в инфекционную больницу 18-го числа. Женщина была госпитализирована, находилась до 23-го марта. в отделении инфекционной больницы с пневмонией. Мужчина ушел домой на самоизоляцию с признаками ОРВИ. 23-го числа семейная пара, жена ушла домой, потому что у мужа ухудшилось состояние. Сегодня он совершенно стабилен. Признаки вирусного заболевания без признаков пневмонии. Находится тоже под контролем докторов центра. Срок анализа. Сколько сейчас делается анализа? К нам зашли тесты. Мы ждем документацию МОЗа и начнут диагностику. На сегодняшний день мы еще отправляем в Киев. То есть тесты берутся. У нас на сегодняшний день 18 человек, которые обратились в инфекционную больницу с признаками ОРВИ. Шесть из них контактные. У шести забраны анализы, направлены на ПЦР. И на остатки в инфекционном отделении, в боксированных отделениях, находится 17 человек, которые были в контакте. Люди без каких-то признаков пневмонии уходят на самоизоляцию под контроль семейных докторов дома или госпитализируются в отделении больницы. Скажите, пожалуйста, всем ли обеспечены необходимые семейные врачи, чтобы они сами не стали источником? Ну, семейные врачи обеспечены. Кроме того, семейные врачи не обязательно контактировать с пациентом непосредственно, потому что есть телефонный контакт, они в телефонном режиме контактируют. Кроме того, если пациентов они находят дома, у нас есть прямая связь с нас, полиция, которая участвует и помогает в том, чтобы контролировать самоизоляцию. Как часто Вы обращаетесь к нам? Ну, не так часто, потому что пациенты практически все находятся дома на самоизоляции. То есть, если есть такая необходимость. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Если я правильно понимаю, сегодня пациент поступает, у которого есть какие-то симптомы, его в инфекционной больнице осматривают, берут анализы и посылают их в лабораторию. И самому пациенту дают на выбор или самоизолироваться, или остаться... Нет, все зависит от состояния пациента. Если это легкие признаки ОРВИ, скажем, да, ну, а пациент обратился, у него болит горло. Нет повышения температуры, нет осложнения, нет признаков пневмонии, он не нуждается в госпитализации. Он выбирает, его можно оставить в больнице, ему предлагают госпитализацию, естественно, боксированное отделение. Большая часть пациентов отказывается, если у них нет симптоматики. Поэтому, если нет симптоматики, они самовольно, в общем-то, уходят домой, но сведения тут же передаются семейным докторам, и они берутся на контроль. Я это понимаю? То есть, человек, опять-таки, у него не может быть симптомов, но он может быть заражен, заразить кого-то. Поэтому самоизоляция. Я понимаю. Вот этот момент, до того, как он самоизолируется у себя дома, на квартире или где-то, есть какой-то надзор, то есть кто-то смотрит для того, как он садится в машину, с кем он садится в машину, кто его подвозит, куда его подвозит и как его подвозит, контактирует ли он с какими-то людьми, вот весь этот путь пока самоизоляция. Они обычно приезжают каким-то транспортом, то есть их, естественно говоря, чтобы они уехали тем же транспортом, ни с кем не контактировали, потому что скорая помощь их не доставляет домой, конечно. Те люди, которые их сопровождают, они на учет их вставят или нет? Да, все контактные обязательно берутся на учет, все записываются, и, конечно же, контактные предупреждаются, то есть им дается полная инструкция, как себя вести. Еще объяснить? Ну, мало того, эти люди, которые, я сразу скажу, люди, которые пересекают границу, они заполняют специально информированное такое согласие о том, документ, который говорит о том, что они не должны покидать помещение, они не должны контактировать ни с кем, то есть находиться на самоизоляции, что они несут ответственность за распространение инфекции. Я понимаю, просто вот вчерашний случай, который уже стал, шумел очень сильно, да, с гражданином Америки, этим молодым, приятным человеком, как оказалось, да, но он дал не свой адрес, он дал адрес другу, у которого он остановился. По факту никто не проверил это, и никто не сопроводил его до дома, чтобы провериться, дома ли он, и действительно ли он по этому адресу, потому что именно из-за этого и подела шуми. Ну да, это технические службы. Проверяете ли вы сейчас, что человек точно самоизолируется по тому адресу, который он указал? Да, я же говорю, что для этого семейный доктор, он выходит, ему не обязательно, но он общается, может общаться через дверь, да, задает вопрос, если есть телефоны, мы созваниваемся, в любом случае они контролируют ежедневно, но семейный доктор может прийти один раз в день. Безусловно, тут важно очень понимание самих наших пациентов, с ними не могут быть дома. Они должны понимать, что они должны находиться дома сами. Я понимаю, этому молодому человеку, с ним связался семейный врач? Конечно. То есть с нами учет? Да. А что вы еще раз уточните? Если нет семейного врача, если нет декларации, у нас есть 15-50 городская служба, это кулцентр, который четко рассказывает, как себя вести в таких условиях и с кем связаться. Если не кулцентр, выбираем ближайший центр первичной медико-санитарной помощи, есть телефоны регистратуры, связываются с регистратурой, и регистратура уже направляет доктора или записывает, берет телефон и самостоятельно выделяет врача, который будет курировать этого пациента. Есть, пришли тесты, тесты в городе есть, есть экспресс-тесты. У нас еще сегодня, вот сегодня взяты были три экспресс-теста, которые были отрицательны у сегодняшних поступивших. Экспресс-тесты, мы ждем подтверждения МОС с инструкцией их использования. То есть они не открыты уже? Они не открыты пока, они зашли, они есть в городе. Все, что касается ПЦР-диагностики, это лабораторный центр, это не наше подчинение, поэтому как только они будут брать на себя, мы сразу будем знать. То есть пока вы используете какие тесты? Идите. То есть вы пока берете... Мы берем экспресс-тест наш, и мы отправляем пока, забираем ПЦР-диагностику. Они все равно... Да, ПЦР-диагностика в любом случае идет через лабораторный центр наш. Как только они начнут что-то делать самостоятельно, мы будем... В всяком случае, они нам говорят о том, что ПЦР-тест, который будет делаться, они будут давать ответ за сутки. Скажите, сколько экспресс-тестов сейчас? Две тысячи экспресс-тестов зашло в Одессу в понедельник вечером приехали. Те, которые мы должны брать в работу. Дело в том, что экспресс-тест на сегодняшний день все равно не является основой для постановки диагноза. Все равно нужна ПЦР-диагностика, потому что экспресс-тест может не показать положительный результат. ПЦР-диагностика – это несколько другая диагностика, более тонкая. И они берут обязательно в дубле ПЦР-тест. Поэтому, ну, есть такая... Но, тем не менее, экспресс-тест все равно, если он даже положительный, все равно берут. У молодого человека, о котором вы говорите, он приглашен на повторное исследование. Потому что, чтобы снять диагноз, его надо еще раз продублировать исследование, чтобы понимать, что он не является выделителем вируса. Он не выделяет вирус. У меня вопрос такой. В Одессе появился Иванович Санитарный врач области. Какие это мероприятия и рекомендации его он уже рассказать? Ну, это же человек не новый, да. Я понимаю, что это санитарный... Служба появилась, они активно включили всю работу. То есть, сегодня они разрабатывают ту же госпитальную базу, ту же тестирование. И это, в принципе, их задача. То есть, тестирование ПЦР-диагностика. Это центр лабораторной диагностики. Это санитарный врач, который все это аккумулирует в себе. Все разработки мероприятия – это тоже его задача. Конечно, он работает, активно работает.